Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Не секрет, что если перед вами стоит вопрос выбора автомобиля, например, с автоматической коробкой передач и с левым рулем, то круг поиска, и без того они слишком широкие, значительно сужается, если вы задаете себе определенные рамки бюджета. И среди автомобилей бюджетных, с подобным расположением рулевого управления и автоматическими трансмиссиями, приходится в основном выбирать из автомобилей достаточно возрастных, в большинстве своем, находящихся в не очень хорошем техническом состоянии. Ну или хотя бы требующих достаточно больших вложений в обозримой перспективе. В нашем сегодняшнем обзоре мы хотели бы затронуть один из автомобилей, который, несмотря на то, что стоит относительно недорого на вторичном рынке, при всем при этом, может похвастаться и относительно свежим годом, и левым рулем, и автоматической коробкой передач, и достаточно интересным современным просторным салоном. Однако, как и большинство моделей на вторичном рынке, этот автомобиль, будучи в возрасте, тоже имеет свои плюсы, но и свои определенные минусы, вернее говоря, особенности, про которые лучше быть в курсе, чтобы не попасть в просаг при покупке подобного варианта. Встречайте, Peugeot 308. Как модель, автомобиль Peugeot 308 дебютировал в далеком уже 2007 году, а с 2008 продажи этого автомобиля начались и на территории России. Позднее даже наладили крупноузловую сборку в городе Калуга. В 2011 году эти машины основательно обновили, подвергнув модель рестайлингу, в ходе которой особенно явно прослеживаются изменения внешности передней части автомобиля. На российском рынке Peugeot 308 продолжал продаваться до 2012 года. Позднее продажи свернули, но на Европу эти машины продолжали поставляться еще в течение пары последующих лет. Что касается моторной гаммы, не особенно она и широкая, но выбор у потребителя тем не менее был. На этом автомобиле было два бензиновых агрегата, оба объемом 1,6 литра на 120 лошадиных сил в атмосферной и на 150 лошадей в версии с турбонаддувом. Также было два дизеля, объем 1,6 литра на 109 лошадок и двухлитровый дизельный двигатель на 136 лошадиных сил. Однако дизельные Peugeot 308 на вторичном рынке в России существенно меньше распространены. Здесь также был выбор по коробкам передач, классический гидромеханический автомат либо механика, не было выбора по типу привода, все машины имели привод только на переднюю ось. Но покупатели в Европе могли также выбирать и по части кузовов. Машины могли выпускаться как с кузовом хэтчбэк, так и с кузовом универсал. Позднее на рестайлинговых автомобилях также добавился и кабриолет, но это все не про наш российский рынок. Самый распространенный вариант на российском рынке представлен сегодня на нашем обзоре. Это мотор 1,6 литра, атмосферник 120 лошадей и автоматическая коробка передач. Год выпуска автомобиля 2010 пробег 160 тысяч километров. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лыкокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он способен сопротивляться нашим дорожным реалиям с обилием антигололедных реагентов зимой. Что касается толщины ЛКП, Peugeot 308 не выделяется из общей массы себе подобных автомобилей своего класса. Толщина лыкокрасочного покрытия в большинстве своем составляет от 90 до 140 микрон, как у большинства японских и корейских машин. Само по себе качество окраса весьма неплохое. Понятно, что возрастные автомобили, которые много ездили по трассам, будут испещрены сколами по части кромки капота, крыши и так далее. Но вот ржаветь эти сколы на данных автомобилях совершенно не торопится. Возможно, дело тут в хорошей качественной оцинковке кузовных панелей. Однако, тем не менее, найти ржавчину даже на возрастном автомобиле с большим пробегом зачастую бывает довольно затруднительно. Если, конечно, речь не идет про кустарно восстановленные после ДТП экземпляры. Кстати говоря, передние крылья на этих автомобилях выполнены и вовсе из пластика, поэтому промерять их толщиномером бесполезно, но гнить они точно никогда не будут. Также большинство владельцев 308-х отмечают очень и очень крепкие бампера, которые спокойно переживают небольшие прижимы и даже не сильные удары. Так что для любителей парковаться, что называется, на слух, это хорошая новость. Что касается бортового электрооборудования, каких-то глюков по электрике и вещей, на которые стоит обратить внимание, по большому счету, если говорить про салон, то там у 308-х все нормально. Каких-либо явных слабых мест по системе отопления и так далее здесь не будет. Однако к большому пробегу на этих автомобилях, если говорить про общие болячки, не касающиеся кузова напрямую, часто мутнеют фары головного света, что решается полировкой, могут не работать омыватели фар, а также при осмотре советуем обратить внимание на исправность датчика уровня масла. Несмотря на то, что здесь на двигателях присутствует и обычный привычный нам механический, если можно так назвать, или аналоговый щуп, автомобиль также оборудован датчиком уровня масла, и в некоторых случаях он может глючить. В этом варианте вы увидите как ошибку по соответствующему датчику при диагностике сканером, так и сообщение об ошибке на панели приборов. Встречаются среди владельцев 308-х и те, кто поменял топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива, который тоже начинал глючить. Поэтому на всякий пожарный, на эти вещи лучше обратить внимание при осмотре понравившегося экземпляра. Что касается интерьера, как уже упоминалось, каких-либо явных электронных болячек по салону по данному автомобилю нет. Естественно, стоит проверить, чтобы все, что находится в автомобиле, функционировало исправно, включая и климат-контроль, и электростеклоподъемники, и подогревы сидений. Но стоит отметить одну особенность. В отличие от некоторых собратьев по классу, Peugeot 308 в том, что касается салона, стареет чрезвычайно медленно. И даже на очень возрастных автомобилях пластик и, например, кожаная отделка элементов салона сохраняют свой, ну, не сказать, что первозданный, но достаточно свежий вид. Также довольно выносливо здесь и обивка кресел. На этом автомобиле 160 тысяч родного пробега, руль здесь не перекрашивался и не перешивался, однако выглядит достаточно прилично. То же самое касается и состояния, например, кресел и салонного пластика. Так что, если вы смотрите машину, где вы хотите для себя сохранный хороший интерьер, Peugeot 308, это может быть как раз-таки один из тех вариантов, который вас по данному параметру точно устроит. Ну а теперь про силовые установки Peugeot 308. Первый и самый распространенный на российском рынке мотор в линейке агрегатов, первый по объему, первый по мощности, это бензиновый двигатель. Объем 1,6 литра, 120 лошадиных сил и 160 ньютонов на метр крутящего момента. Данная силовая установка носит индекс EP6. Мотор этот конструктивно представляет собой грядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала, цепной привод ГРМ, присутствуют фазовращатели, ваносы на впускном и на выпускном распредвалу. Здесь есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, то есть регулировать их вручную вам не придется. Двигатель этот по экологии относится к стандарту Евро-4. Впрыск топлива здесь самый обычный распределенный, если говорить про атмосферную версию. И помимо самих ваносов, здесь также присутствует система изменения высоты подъема клапанов. Вальватроник. Как можно догадаться по описанию, к разработке этого двигателя были причастны баварцы. Компания BMW в свое время сделала данную силовую установку совместно с Peugeot Citroёn. И на баварских машинах этот же самый двигатель при тех же параметрах носил другую маркировку. N12B16. Под этим именем двигатель устанавливался, например, в BMW 1, ну и также в автомобиле мини. Мини Купер, начиная со второго поколения. Что хорошего можно сказать про данный двигатель? Получился он на самом деле довольно-таки экономичным. Это однозначный плюс. 120 лошадиных сил для обычной городской эксплуатации будет вполне достаточно. Тем более, если вы не любите превышать скорость и часто разгоняться с педалью в пол. В том, что касается надежности, по поршневой группе на самом деле вопросов здесь очень немного. Практически нет. Поршневая на ЕП6 способна отработать и 350, и 400 тысяч километров пробега без каких-либо проблем при условии регулярного за ним ухода. А это обозначает частую смену масла хотя бы раз в 7-10 тысяч километров пробега. Ни в коем случае не 20, как того предписывал официальный регламент замены. Также старайтесь не лить сюда, что попало в плане качества топлива, чтобы избежать такого понятия, как детонация. Низкооктановый бензин данный двигатель не сказать, что очень сильно любит. Рекомендация заправляйте 95-й. Что касается характерных проблем, то для автомобилей первых серий была очень характерна проблема с цепью ГРМ. Цепь здесь, как на большинстве агрегатов, тонкая, однорядная и склонна к вытягиванию при больших пробегах. Но если для автомобилей других марок плюс-минус средним пробегом до замены цепи может быть 150-200 тысяч километров, то большинство владельцев таких автомобилей меняли цепь на пробеге в районе около 120-130 тысяч. Это в среднем по больнице. Кто-то, конечно, как водится, отъездил и больше, но кто-то столкнулся и с необходимостью замены механизма ГРМ уже на пробеге в 50-60 тысяч. Опять же, больше всего не повезло владельцам самых первых вариантов. При осмотре автомобиля с подобным мотором, соответственно, обращайте внимание на то, как мотор работает, хотя ЕП-6 это достаточно шумный двигатель на самом деле. Также не лишним будет уточнить, у предыдущего собственника менялась ли цепь ГРМ, как давно и есть ли подтверждающие документы. А если нет, то будьте готовы на всякий пожарный отложить определенную сумму на то, чтобы эту процедуру произвести. Поскольку последствия езды на данном автомобиле с сильно растянутой цепью могут оказаться плачевными уже для самой головки блока цилиндров. Также на данных двигателях периодически попадается проблема с муфтами фазовращателей, которых здесь напоминаем два, на впуске и на выпуске. В большинстве своем, если вы наблюдаете ошибки по фазовращателям, можно будет попробовать отделаться малой кровью. Банально вытащить непосредственно клапан фазовращателя и промыть фильтр-сеточку. Но если это уже не помогает, то вполне возможно придется поменять непосредственно и сами клапана. В запущенных случаях проблема может закончиться с заменой самих муфт. Поэтому при осмотре двигателя на ГРМ и на фазовращателе обращайте пристальное внимание. В остальном же по ЕП6 смотрите мотор на предмет отсутствия течи. Течи масла по прокладке клапанной крышки, по лобовине двигателя, коренной сальник. Все как у всех. Кроме того, обратите внимание на отсутствие подтеков антифриза. А на данных двигателях не отличаются огромной живучестью помпа и, собственно, термостат. По крайней мере, это касается машин, выпущенных до 2011 года. На всякий пожарный имейте в виду. Хотя большинство владельцев тех же самых Chevrolet Aveo, либо автомобилей концерна VAG, где помпа зачастую меняется в сборе вместе с термостатом, это единый узел и имеет такой же пластиковый корпус, как здесь, данные манипуляции не вызывают каких-либо особых нареканий. Пришла пора, поменяли и эксплуатируем автомобиль дальше. Кстати, с 2011 года на рестайлинге проблему поправили, и там система охлаждения гораздо реже подкидывает какие-либо вопросы владельцам. Также лучше будет взять за правило следить за частотой радиаторов. В случае, если EP6 подогреть и подогреть хорошо, вполне вероятно, что могут залечь кольца, после чего у данных агрегатов открывается масляный аппетит. Хотя, если говорить про исправную силовую установку, нетурбовый атмосферный EP6 масло на угар подъедать не должен. По крайней мере, не в таких количествах, чтобы вы увидели это по щупу от замены до замены. Если же динамики атмосферного 308 вам мало, и вы хотите прикупить машину, которая будет пошустрее, вы можете обратить внимание на подобный автомобиль с двигателем EP6DT. Эта версия оборудована турбонаддулом и развивает порядка 150 лошадиных сил. Едут такие 308 действительно значительно резвее, но имейте в виду, что турбоверсия, помимо турбины, имеет также и непосредственный впрыск топлива. Соответственно, плюсом ко всему, что мы проговорили по атмосферному варианту, добавляется еще и наличие топливного насоса высокого давления, выход которого из строя может потянуть незапланированные и не особо маленькие затраты. Также турбоверсия за счет, собственно, прямого впрыска более склонна к обрастанию нагаром клапанов в головке блока цилиндров, и механическая очистка от нагара может требоваться таким силовым установкам значительно чаще. Естественно, повышенные требования турбомотор предъявляет и к исправности системы вентиляции картерных газов. В противном случае большое количество масла у вас полетит во впуск, что ничем хорошим не кончится ни для турбины, ни, собственно говоря, впоследствии для самой силовой установки. Ну а что касается ресурса турбоагрегата, скорее всего, он будет все-таки ниже, чем у атмосферного собрата, но где-то на 250 тысяч километров вы можете смело рассчитывать. Правда, масло на турбомоторе менять желательно почаще, раз в 5-6 тысяч. Также под капотом Peugeot можно было обнаружить, ну, в основном на европейских рынках, дизельные моторы. Дизелей было два. Первый двигатель объемом 1,6 литра, четырехцилиндровый с турбонаддувом 9HZ, мощностью 109 лошадиных сил. Этот дизель достаточно экономичный, довольно тяговитый и в целом по ресурсу весьма неплохой. Поршневая там очень и очень крепкая. По 400 тысяч километров эти агрегаты способны выходить. Система впрыска Common Rail, форсунки обычные электромагнитные. Ну, а что касается турбины, используется турбонагнетатель фирмы Garrett, который выхаживает порядка 150-200 тысяч до появления каких-либо первых вопросов. Дизель 9HZ имеет комбинированный привод ГРМ, ременно-цепной, то есть один распредвал приводится ремнем, а между собой они связаны цепью. И в случае, если ремень оборвет, последствия для данного дизеля будут, в общем-то, весьма неприятными. Впоследствии выльются в дорогостоящий ремонт ГБЦ. Поэтому до обрыва лучше не доводить. При осмотре дизельного автомобиля лучше, конечно, прогнать его через диагностику на профильном СТО. Посмотрите двигатель на предмет отсутствия течи, масла и антифриза. Но, будучи купленным в исправном состоянии, при наличии в вашем регионе эксплуатации довольно-таки сносного дистоплива, 9ХЗ это неплохой, на самом деле, вариант для покупки Peugeot 308. Ну и последний, старший дизель, 136 лошадиных сил и аж 330 ньютонов на метр крутящего момента. Это двухлитровый мотор, рядная чугунная четверка, также с турбонаддувом. Единственное, здесь уже используется пьезофорсун. Мотор более требователен к качеству солярки, чем версия 1.6. Здесь также комбинированный ременно-цепной привод ГРМ, есть турбина, правда, уже с изменяемой геометрией есть система ЕГР и сажевый фильтр. За исправностью всего этого хозяйства вам, естественно, придется следить. Оборотная сторона, если говорить о плюсах, это очень хорошая динамика автомобиля с таким дизельным мотором, топливная экономичность и также неплохой ресурс, порядка 380-400 тысяч пробега до капремонта. Стоит отметить, что дизельные Peugeot 308 на российском рынке довольно мало распространены. В основном эти автомобили привозны из Европы и в основном своей массе имеют уже очень и очень большие пробеги. Что, конечно, печальный факт для того, кто хочет прикупить подобную машину в подержанном виде. Так что, если все-таки вы набрели на след более или менее живого дизельного 308 и хотите именно этот автомобиль, обязательно покупайте машину только после диагностики на профильном дизельном сервисе, желательно таком, который специализируется именно на французских автомобилях. Ну а теперь о коробках передач. На Peugeot 308 могли стоять либо механические, либо классические гидромеханические автоматы. Никаких роботов, вариаторов и так далее на этих автомобилях не было за всю их историю, включая рестайлинги. Соответственно, по механической коробке можно сказать следующее. Если вы ищете подобный автомобиль и вообще не хотите заморачиваться с обслуживанием трансмиссии, механика это именно ваш вариант. На данных коробках после пробега в 100-150 тысяч километров, как правило, можно отметить лишь разболтавшуюся кулису, что, соответственно, затрудняет выбор передач. Но теряется былая четкость и дело поправляется с заменой втулочек, то есть покупкой ремкомплекта, что стоит недорого и относительно несложно, после чего былая четкость переключения восстанавливается и вы можете проехать еще столько же. Ресурс сцепления в целом стандартный, около 100 тысяч километров от замены до замены, в зависимости от режима эксплуатации и вашей манеры вождения. Более спокойный режим управления автомобилем, реже меняем сцепление, любим притопить и попереключаться, бросая педаль, соответственно, меняем его чаще. То же самое касается и эксплуатации. Если вы ездите в основном по трассе, сцепление будет служить практически вечно. Но если вы толкаетесь в городских пробках изо дня в день, будьте готовы менять его чаще, чем регламентные 100 тысяч. А вот по части автоматических коробок стоит отметить следующее. На рестайлинговых автомобилях устанавливался уже другой автомат, которому по большому счету нет вопросов. Это японская трансмиссия фирмы Aisin. Но на дорестайлинге коробка была своя. Это коробка AL4. Такая у нее маркировка. Четырехступенчатый классический автомат, который, в общем-то, крадет в известной степени динамику. И без того не слишком резвого 120-сильного двигателя. Но при этом в исправном состоянии коробка должна работать плавно, без рывков и дерганий. Пробегом более 100 тысяч километров эти трансмиссии могли отмечаться появлением небольших толчков и пиночков при переходе с одной передачи на другую. Проблема здесь кроется не столько в механической части коробки, которая способна отработать и 250 тысяч километров пробега при условии регулярной замены масла, сколько в гидроблоке. А именно в наступлении проблем с клапанами по причине все того же грязного масла. Так что при покупке и эксплуатации подобного автомобиля возьмите за правило менять рабочую жидкость в трансмиссии как в вариаторе раз в 40-50 тысяч километров пробега. Не реже. Не лишний будет уточнить у собственника подобного автомобиля, делал ли он что-либо с трансмиссией, но и на тест-драйве убедиться в том, чтобы коробка работала штатом. Несмотря на наличие спорт-режима у данной коробки, злоупотреблять им не стоит. Коробки эти не любят активной эксплуатации в плане светофорных гонок, буксования и, конечно же, перегрева. Поэтому бережный и разумный стиль управления автомобилем, скорее всего, позволит вашей трансмиссии АЛ4 перешагнуть и рубеж в 150-200 тысяч километров без каких-либо вопросов. Что касается подвески Peugeot 308, то на данном автомобиле подвеска больше заточена на комфорт, а не на управляемость. Это и настройки самой ходовой части и ее конструктив. Спереди здесь у нас Макферсон, а сзади обычная зависимая подвеска, балка. Что касается ресурса и ее компонентов, то вот по самому дорогому ее узлу, а именно рулевой рейке, которая здесь самая обычная гидравлическая, и каких-либо особых вопросов-то и нет. Рейка способна отработать порядка 150 и более тысяч километров без вмешательства. Но при осмотре подержанного автомобиля, соответственно, будет не лишним проверить этот узел как на люфты, так и на предмет отсутствия течи по сальникам. К расходным материалам в подвеске 308 традиционно относятся, как и на большинстве других автомобилей, стойки стабилизатора. На данных машинах большинство владельцев сталкивалось с необходимостью замены этого компонента на пробегах около 30 тысяч километров. Что касается остальных узлов передней подвески, в сайлентблоке, в рычагах это более 100 тысяч километров пробега до замены, передние ступичные подшипники около 90-100, потом, опять же, не 100% гарантирована их замена, но готовиться к этому на всякий пожарный следует. Шаровые опоры также не менее 100 тысяч километров. Здесь ресурс тормозных дисков с учетом не спортивного характера автомобиля около 100 тысяч километров, то есть 2-3 замены колодок эти диски способны всяко-разно пережить. Что касается задней подвески 308-го, выходить из строя здесь фактически нечему. Схема очень простая, сайлентблоки самой балки служат никак не менее 200 тысяч километров пробега до этого рубежа практически гарантированно лезть сюда вам не придется. На этом автомобиле у нас пробег 160 и на сайлентблоках есть еле-еле заметные следы усталости в виде маленьких-маленьких трещин, но они прекрасно выполняют свою функцию, поэтому в замене на данный момент не нуждаются. В целом же можно отметить, что помимо простоты конструкции по подвеске Peugeot 308 это еще и достаточно недорогой автомобиль. Все-таки у себя на родине он относился к классу машин бюджетных, поэтому эксплуатация подобного авто, если вы купили его изначально в неубитом состоянии, не будет для вас особо разорительна в том, что касается ремонта входовки. Ну а теперь выводы по всему вышесказанному. Что такое Peugeot 308? Peugeot 308 это автомобиль с довольно интересным, хоть и на любителя, дизайном, комфортной подвеской, большим просторным салоном и достаточным количеством полезных опций, если говорить про старшие комплектации. Кузов при этом оцинкован и очень хорошо сопротивляется ржавчине, поэтому если автомобиль изначально не был кустарно восстановлен после ДТП, проблем с коррозией на этих машинах у вас не будет очень и очень долго. Что касается силовых агрегатов, определенные нюансы есть, и тем не менее по части ресурса поршневой группы эти двигатели достаточно живучи и в большинстве случаев не уступают собратьям с автомобилей других марок. Но состояние коробки передач по большому счету можно прочувствовать и на тест-драйве автомобиля. Если вас так сильно пугает перспектива обслуживания автомата, например, на предмет разбора гидроблока с заменой соответствующих соленоидов, смотрите автомобиль на механической трансмиссии. Там этой процедуры вы точно избежите. В любом случае, причиной покупки Peugeot 308, помимо фактора «мне понравилась эта машина и я просто хочу купить ее себе», будет служить соотношение цены и года выпуска этого автомобиля. В то время, как некоторые одноклассники этой машины за сопоставимые деньги, но более именитых брендов будут представлять собой ситуацию машина на коленях под реставрацию Peugeot 308, будет в этот бюджет плюс-минус относительно живым. Правда, никто не гарантирует, что первая же попавшаяся вам машина будет этим критериям отвечать, так что поискать в любом случае придется. Но, если вы найдете подобную машину в живом состоянии, то пару-тройку лет эксплуатации без глобальных вложений вы точно получите. На сегодня все. Если наш обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а если у вас был или есть Peugeot 308, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Ведь людям, которые задумались о приобретении подобной машины, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Продолжение следует...